Что так много собралось людей, что вы все любите Триумфальную площадь, и это удивительное место. Дело в том, что вот у нас сейчас популярна тема московской метафизики, мол, было одно, потом все куда-то исчезло и снова вернулось. Так вот, Триумфальная площадь это как раз тот самый пример, когда должно вернуться все на круги своя. Дело в том, что эта площадь до революции, в принципе, была, как в народе называли, вторая театральная. Она, в общем, до сих пор, как вы можете сами видеть, здесь и концертный зал Чайковского, и театр Сатиры, и театр Моссовета, и совершенно здесь этот поток в театре, собственно, проходит там по узенькой улочке, и на площади, в общем-то, делать нечего. А до революции здесь, напротив еще, вот здание, которое сейчас прямо перед вами, если вы приглядитесь, там некоторые окошки немножко отличаются. Дело в том, что это здание, несмотря на то, что выглядит совершенно таким кондовым советским, оно, на самом деле, в основе дореволюционное. Это знаменитый кинотеатр киномагната Ханжонкова. Место просто легендарное и бывшее еще работавшее даже внутри этого здания еще в 90-х годах. И при этом здесь же, здесь же были круглосуточные рестораны, вот сейчас вот видите, где парковка, то есть это такое место было очень развлекательное до революции, ресторан Альказар был. И отсюда подгулявшие господа, в общем-то, из круглосуточного ресторана зачастую продолжали гуляние уже в загородных ресторанах. А это Петровский парк, то есть за Динамо выехали, там уже загород до революции, то есть проехали на Белорусской площади Тверскую заставу, ну и все, загородное гуляние. Гуляй как хочешь в ресторане Яр, в данном случае, в наше время ничего не придумали. Сейчас очень популярна тема вот эта crazy меню, делай, чего хочу. То есть в Яре это все было до революции и, собственно, отсюда направлялись. И площадь, что самое интересное, до революции она называлась Старо-Триумфальной. Мы это совершенно, опять же, забыли, потому что Триумфальной площадью была площадью Белорусского вокзала. Там, собственно, стояла Триумфальная арка, новая, копия которой, ну так, воссозданно с некоторыми старыми элементами, стоит на Кутузовском проспекте. Про нее говорили даже, что, мол, в Москве только два трезвых извозчика, один на Большом театре, а другой на Трухмальных, потому что и то баба с калачом, с таким венком там стоит, что можно на Кутузовском проспекте сейчас видеть. Так вот, и вот эта площадь, она была таким местом притяжения, в общем, совершенно логичным образом здесь посредине площади был парк. То есть, посмотреть на фотографии даже 20-х годов, есть особые искусственные фотографы из 20-х годов, которые вообще снимали такое впечатление, что здесь лес был просто. Особенно есть фотографии, когда здесь гуляют дети, здесь скверики, дорожки, и виден купол нынешнего театра Сатиры. Так вот, нынешний театр Сатиры, это совершенно тоже историческое место, это мало того, что вот этот купол сохранился, этот бывший цирк, то есть мы знаем старый цирк на Цветном бульваре, а это был второй цирк в Москве. Так его еще, конечно, здесь осенил много, затмил многих булгаков за свои нехорошие квартиры здесь же рядом, то есть место просто притяжения и мировая такая-то сверхмечательность. Так он описал здесь и Триумфальную площадь, и это сначала цирк, то есть это тот самый цирк, куда ходил Шариков с Барменталем, когда, мол, профессор Преображенский-то сказал, ну уж отведите вы куда-нибудь его в цирк, и единственный такой хороший репертуар был у цирка Никитинах, потому что там были слоны, никаких котов, ну и пиво в антракте, правда, Шарикову наказали строго пиво не пить. И еще раз описал, и Булгаков это все место в Мастере Маргарите, опять же, мы все это знаем даже по школьной программе, когда вот, собственно, там, где мы сейчас с вами стоим, пытались за эти бумажки, которые попадали в театре Варьете, отовариваться граждане, бумажки превращались в этикетки, и здесь же бежали дамы в исподнем, потому что намененная эта одежда у них исчезла. А, собственно, театр Варьете это еще одна реинкарнация цирка, опять же, театр Сатиры, это московский мюзик-холл был в конце 20-х годов. И место было невероятно популярно, пока его, собственно, не переделали сначала в театр народного актера, а потом уже в театр Сатиры. И, опять же, концертный зал Чайковского, который, кажется, опять нам такое кондовое советское здание, здание невероятно, как большой слоеный пирог. То есть его, если по слоям разобрать, там такие дореволюционные находятся наслоения. То есть изначально здесь, как мы сейчас любим говорить, что, мол, площадь здесь оккупирована ОМОНом, так она, оккупированная ОМОНом, была еще до революции, только это был Шарль ОМОН. Шарль ОМОН, французский антрепренер, который приехал в Москву заниматься, ну, как бы мы сейчас сказали, шоу-бизнесом, организацией мероприятий. И он имел здесь собственный театр. То есть, собственно, концертный зал Чайковского – это абсолютно дореволюционное здание внутри, только перестроенное, подсоветское. Да причем перестраивалось оно не под Абы Каво, а под Мирхольда. То есть будет возможность сходить в концертный зал Чайковского, там до сих пор видна планировка совершенно под Мирхольдовские постановки, когда идут сбоку зрительного зала ряды, и смотрят они, собственно, в зрительный зал. Там приходится так сбоку смотреть на сцену, но это потому, что Мирхольд предполагал, что будут там из портера выскакивать какие-то подставные актеры, и будет вот такая вот интерактивная, как бы сейчас сказали, представление. Но, как вы знаете, Мирхольд-то, в общем, был репрессирован, труппу разогнали, а здание ближе к войне перестроили и открыли в виде концертного зала Чайковского. И тут площадь, опять же, невероятно богата традициями. То есть пока здесь был сквер, здесь потом поставили памятник Маяковскому уже в 50-х годах. Здесь, соответственно, начали тут же собираться любители творчества Маяковского и, в принципе, различные поэты, которые читали здесь стихи. В общем, традиция до сих пор продолжается, несмотря на то, что здесь со всех сторон уже площадь окружена парковками и магистралями. И при этом вот этот вот сквер, он все время так жил-жил-жил, пока, конечно, не прокопали тоннель. При этом, вот если вот с той стороны ехать с Садового кольца, тут у нас совершенно уникальное место. Будете ехать с кем-нибудь, с друзьями, обязательно похвастать знаниями своими, потому что с той стороны заезжаешь, проезжаешь прямо под дом. То есть дом здесь не просто случайно взяли, сделали так вот, чтобы было красиво, мол. А этот экспериментальный дом планировали, что, может, под многими домами в Москве будут делать тоннели и как-то эти все дома развязки и прочие убирать под землю. Ну, в общем, вот один экспериментальный дом остался, за ним наблюдали десятилетия, но так вот он и остался, в общем-то. Вот он, дореволюционный дом стоит. И поскольку он сохранился, у нас тут уникальное место. Вот видите, где вот узенький вот там вот проход. Это единственное место на Садовом кольце, где Садовое кольцо сохранило свою оригинальную ширину. То есть здесь-то дальше шли сады, и проезжая часть, она была, собственно, вот такого размера. То есть Садовое кольцо принадлежало, в общем-то, пешеходам, и по нему было удобно гулять, и оно было садовым не зря. И вот это все здесь сквер, соответственно, если здесь будет, то это все должно возвратиться на круги своя. Все. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.